Добрый день Так была или не была слежка за Трампом? События, связанные с утверждением Трампа, что за его штабом следили по приказу Обамы Разворачивались с невероятной скоростью Вчера только руководитель ФБР на слушании в Конгрессе заявил, что ни он, ни другие специальные службы не нашли никаких следов таких слежек Вчера только представитель комиссии Конгресса по расследованию, конгрессмен Нунес, республиканец, кстати, и его демократ-коллега выступили на совместной пресс-конференции, где заявили, что похоже, что за Трампом никто не следил Вчера еще торжествовала демократическая пресса и полубезумная конгрессвумен из Калифорнии Максим Уотерс потребовала немедленного импичмента Трамп Мечта демократов Как все вдруг остановилось, замерло и, похоже, умерло Причем в некоторых случаях от страха наложить в штаны Но давайте начнем по порядку и выстроим события в цепочку После того, как Сноуден, если помните такого, сбежавший из Америки, боясь, что его разоблачение повальных слежек, ведущих ЦРУ внутри страны, что строго запрещено законом Значит, руководство страны поклялось, что, во-первых, все преувеличено, а, во-вторых, немедленно все будет остановлено Два года тому назад специалист по электронной слежке, значит, в ЦРУ и NSA, человек по имени Денис Монтгамери Скопировал 600 миллионов страниц документов из этих двух агентств И, в отличие от Сноудена, никуда не убежал, а пошел в Конгресс рассказывать, что программы слежки продолжают действовать и, значит, все улучшаются и улучшаются В Конгрессе его долго отфутболили друг друга, пока, наконец, не передали юрисконсульту ФБР с двумя помощниками, значит, и которые записали его двухчасовой видеорассказ Значит, после того, как подписали ему бумаги о, значит, прощении за возможное участие в совершенных преступлениях Значит, взяли все документы, пожали ему руку и ничего с этим делать больше не делали После того, как Трамп пришел к власти, Монтгамери обратился к президенту фонда, благотворительного фонда, который называется «Охрана свободы», то есть Freedom Watch, Лэри Клейман С просьбой донести собранную им информацию до представителей правительства Значит, по утверждению Монтгамери слежка шла за 156 судьями, включая, кстати, членов Верховного Суда и, возможно, как результат этой слежки и возможного шантажа Председатель Верховного Суда Робертс вдруг неожиданно поменял свое отношение к Обамакер и утвердил этот закон Хотя до того говорил, что он его ни в коем случае не пропустит Слежка шла также и за людьми бизнеса, значит, за политиками, особенно за теми, значит, кто мог претендовать на высокие выборные должности Значит, Монтгамери утверждал, что недавно ушедший вас в отставку с поста руководителя НСА Ча Клаппел Клаппер, прошу прощения Значит, врал в Конгрессе о том, что никакой слежки не было Прекрасно одновременно зная о том, значит, что происходит, и часто обсуждал это с этим самым Монтгамери И эта слежка велась в основном силами ФМР Напоминаю, что руководитель ФМР, ФМР Джеймс Комей, только что поклялся в Конгрессе, что он долго искал Перевернул все камни, но и нашел даже следа слежки за людьми Трампа Как-то мне напоминает расследование убийства Немцова Произошедшее, значит, в двух шагах от Кремля, значит, под объективами камер слежения, при свидетелях Но следователи ничего не нашли Просто даже можно сказать, что Немцов не был убит, а сам упал Значит, решил полежать на земле и потом ни с того ни с сего умер Кстати, Комей, это тот самый человек, который произнес речь о преступлениях Хиллари, значит, связанных с ее пользованием сервером А потом заявил, что состава преступления не обнаружил и закрывает расследование Значит, было ощущение, что он хочет, чтобы все знали, что он считает ее преступницей Но вынужден из-за давления на него прекратить расследование Теперь уже вообще не ясно, в какую игру Коми играет, на чьей он стороне Возможно, что он конкретно на своей стороне, значит Но то, что он не на стороне закона, становится все более и более понятно Значит, Freedom Watch отправил письмо с обращением Монгомери в Конгресс Председателю комиссии Сената по расследованию Нунезу, которого я уже упоминал однажды Значит, сегодня утром Нунез получил какие-то документы, как он говорит Немедленно пошел к спикеру Конгресса Полу Райану А потом, после чего сорвался и срочно поехал в Белый дом Когда он вышел, его ожидала толпа возбужденных репортеров Значит, говорить еще рано, сказал он Похоже, Трамп был прав, когда сказал, что за его штабом следи Вечером на новостной программе Фоксе Один из ведущих конгрессменов Америки, Роберт Кинг Объяснил, если на то, что было в документах Если не то, что было в документах То, по крайней мере, в чем состав преступления тех, кто следил за людьми Трампа Он сказал, что даже если разрешение на прослушку иностранцев было получено законно То по закону, если иностранец говорит с гражданином США Имя этого гражданина должно быть зашифровано И расшифровать его могут по приказу не более, чем 20 человек по всей стране Еще раз, всего 20 человек во всей стране имеют право Или имели право при Обаме расшифровать имена американских граждан Которых случайно подслушали, потому что они вели какие-то разговоры с иностранцами Из-за исключения составляют только случаи Когда эти американские граждане вели какие-то разговоры Которые немедленно надо пресечь из-за национальной безопасности Теперь НУНОС утверждает, что ничего подобного А именно никаких разговоров о национальной безопасности в документах Которые ему предоставили, не было Но, тем не менее, имена американских граждан отчетливо там писались Каким-то образом имена сотрудников Трампа после его уже избрания в президенты То есть он уже президент-элект, он уже избран Были расшифрованы, а далее за две недели до того, как Обама ушел с поста Вдруг уровень секретности на этих документах был пониже И они стали доступны огромному числу рядовых сотрудников Всех разведслужб То есть найти теперь, кто сливает в прессу незаконно полученную информацию Практически невозможно Почему Обама 8 лет не понижал ни на что уровня секретности А за две недели до ухода вдруг понизил и именно на ту информацию Которая была незаконно расшифрована И могла повредить Трампу Значит, на этот вопрос пока нет ответа Но если окажется, что мы с вами то самое, что мы с вами думаем сейчас То это серьезное преступление И кому-то сидеть Думаю, наступит момент, когда пауки начнут сдавать друг друга Значит, ну и Значит, для, так сказать, интереса Есть еще один, так сказать, такой небольшой кусок информации Значит, два очень известных журналиста Такая, значит, Сэра Картер и Джон, не помню фамилии Значит, ушли не так давно из своих крупных организаций И сказав, что им надоело жить под цензурой И организовали свое маленькое агентство новостей Которое назвали Сирка Сирка Ньюз И вдруг они начали вытаскивать улики Репортовать так, как розовая, значит, наша американская пресса Давно уже не делает Во-первых, они сообщили, что люди Обамы дважды обращались в специальный суд Для получения прав на слежку за людьми Трампа Значит, что было сделано, как проверка связей Трампа с Путиным Значит, первый раз им было отказано Вообще почти никогда Из там 8 тысяч обращений было всего два отказа Значит, в таких слежках То есть, так вот, один из этих отказов был как раз с Трампом Первый раз было отказано Второй раз отказано не было Было разрешено Во-вторых, они выяснили, что каждый раз, когда Трамп лично звонил Уже будучи избранным президентом Лично звонил руководителям или представителям других государств То по этому распоряжению Все его беседы могли быть подслушиваемы И есть серьезное подозрение, что они были подслушаны Значит Коми ФБР Приходит на второе слушание в Конгрессе 28 марта Через неделю Затаим дыхание, господа Пока что известно, что документы Монгомери Доказывают, что выборы Обамы в 2008 году Во Флориде были подтасованы Что бывший руководитель ЦРУ Джон Бреннер Собирал сведения об американских гражданах Которые могли, теоретически, могли быть использованы для шантажа Даже Нью-Йорк Таймс сообщили, что в здании Трампа Значит, идет прослушка ABC News Показала документы о слежке за башней Трампа агентами ФБР Конечно, ФБР утверждает, что слежка велась за русской мафией Снявшей помещение в доме, где живет Трамп Ну, кто знает Может, они за мафией следили тоже так заодно В любом случае Детали и улики начали выплывать Выплывать на свет Уже есть состав преступления Теперь надо обнаружить Кто его совершил И кто дал ему приказ На этом все Спасибо за внимание